Около пяти тысяч семей в республике воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. У половины из них есть свой личный автотранспорт. Поэтому новый законопроект, освобождающий их от налога, как нельзя кстати. Шестилетний Дамир любит петь, занимается парой каратэ и интересуется робототехникой. С самого утра у него много дел. Успеть вовремя в детский сад, в школу или в больницу без личной машины маме двоих детей Ильнаре Васильевой было бы сложно. У таких семей немало дополнительных трат на коррекционную обувь, лекарства, реабилитацию, специальное обучение. Поэтому освобождение от налога позволит сэкономить семейные бюджеты и направить их на развитие ребенка. Для наших семей очень важна любая помощь. Отмен транспортного налога позволит посещать дополнительные кружки. Например, такие как вокал, робототехника, на которые иногда семьи, так же как и мы, вынуждены отказываться за финансовых ограничений. Кроме реабилитации, больниц, занятий, восстановление здоровья, так же и социализировать. Ведь общение с детьми, со сверстниками, это очень важно. Возможно, новая мера господдержки позволит Дамиру и тысячам других детей с особенностями сделать еще один шаг к своей мечте. Стать на ноги в буквальном и переносном смысле слова. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика.